Чемпионат Европы пришел на высоком уровне. Белоруссия, Армения, Россия, Украина, Литва, Латвия, Эстония. Белоруссия, Армения, Россия, Украина, Россия, Украина, Россия, Украина. Белоруссия, Армения, Россия, Украина. Белоруссия, Армения, Россия, Украина. Белоруссия, Армения, Россия, Украина. Вылетели минимум на лет 17 много. И когда они сказали, посмотрите движение, подходят они, а сколько ему лет? Ему лет 18, минимум 17, ему же не 13. Ну, первый день где-то самого, потому что у нас был очень хороший коллектив, как говорят, главная погода в доме. Так у нас был подобный тренерский коллектив, очень хорошо, потому что никто без внимания, то ли он отдыхает, то ли боксирует, все были на учете у нас, ребята, и поддерживали, даже все страны, та же Россия, вице-президент Сумаид Халитов сказал, что у вас самая дружная команда. Вот, и ирландцы даже, к примеру, если мы шли на соревнованиях, с комплексом выходили, там наши столики, отдыхающие гольф-клуб, так многие отдыхающие ирландцы подбегали к украинцам, украина сфотографироваться. И это получилось тоже очень большим толчком ребятам, когда они пришли, чуть перепуганы, там глаза бьет, ребята, вы видели, Россия шла, кто-то угодил, нет, уже ирландцы, нет, уже немцы, нет, вы видите, страны мощные, которые ирландцы, англичане, шотландцы, нет, а кому, к нам подходили, значит, что, нас боятся, не боятся, вас уважают, можно людей уважать. Говорю, если вас уважают, значит, вы на сегодняшний день сильнейший. Вот, ну я это задал, я говорю, кто, да, да, говорю, вы хотите, чтобы вам подходили фотографироваться? Да, говорю, ну, значит, он сейчас оказывает, боксер-то кожанок против вас, тоже одна голова, две руки, две ноги, одно сердце, только главное, у кого духа больше, тот и выиграет. Ну, с первого дня ребята с Жорова отбоксировали, задали темп, правда, у нас первый день сборная Россия забрала в нас фактически золотую медаль, вот, потом извинялись, что это не так получилось, там кто-то ошибся, ну, Россия всегда стелет ватка, а падает жестко в них. Я в 2009 году, когда ездил, у нас было 13, да, ну, сейчас, как сутя, мне говорили, тренера, говорят, ну, Никодимович, надо было 11, потом 13, пора переходить где-то хотя бы теперь 15-14, я говорю, ну, увидим от жеребовки, от нас три ребят, но я говорю еще раз, что самое главное, что очень здоровый коллектив был, тренера, которые оказывали внимание, допустим, у нас было всего с руководством 8 тренеров и 18 боксеров, многие там, допустим, да нет, 4 боксера, ни одного тренера, Запорожье, ни одного тренера, то есть никто не остался без внимания, всех и разминали, и готовили день отдыха, и проконтролировать, как он питался на перезвешивании, вот, ну, и команда пошла со сбора в нормальный настрой, то есть эту команду, как сказать, где-то буквально первый сбор такой, а со второго сбора Коломыска перед уронским турниром, вот я увидел, что ребята уже мне доверяют, и я их начал понимать, и с тренерами, то есть и тренера, и, как мы говорили, что у вас есть ученик, допустим, у одного тренера, там, Ивана Ивановича, есть ученик, но есть еще три рядом, которые являются не чисто чьи-то, это сборная команда Украины, у нас нет мой боксер, его боксер, мы общая команда, мы представляем ни тренера, ни клуб, ни для США, ни область, мы представляем страну на чемпионате. Говорю, и, как бы, у той песни, главное, всего погода в доме, так же и в команде, ну, и это все сыграло, потому что даже, как бы, все страны подходили, говорит, у вас самая дружная команда, говорит, и к рингу, и возле ринга, и поддержать, и балет, и в столовой, где-то место заняли, где все, говорит, одна команда, даже после финалов, там, судьяцы России подошел, говорит, Говорит, ну, у вас там, за исключением, чуть-чуть, там, тяжелое веса, ближе, чуть-чуть, говорю, ребята, ну, это всего их возрастного, что, вот, пошло координационное занятие, говорит, сильнее российская, говорит, команда, там, и литовцы, и те же англичане, говорит, ну, говорит, Говорит, это же Израиль подошел, итальянцы, Франческо Томиане, олимпийский чемпионат, что СБА представляет, и армяне, говорит, ну, да, говорит, то, что у вас там война с Россией, говорю, у нас войны нету, мы не войны, мы дружные народы, Говорит, Россия, говорю, всю жизнь считают, что их обижают, говорю, ну, и вот такие последствия, говорит, ну, говорит, команда уровня сильнее, лучше всех, там, даже те же судья греки, потому что Греция была, и Хорватия, вот это бывшая в Славе, все представлены, говорит, команда по уровню, по классу, намного, И самое главное, что ребята, как я говорю, есть, один боксер выходит не проиграть и не выиграть, а все выходили именно выиграть, потому что у нас как команда, но, как когда-то и раньше, на педестале есть одно место, остальное ступеньки, пеньки, я их задал вопрос, вы Лондонскую Олимпиаду помните, да, а кто у нас чемпионы, Ломиченко ученик, а кто призвер, они, бэк, мы говорим, ну, кто, Беринчик, а еще кто, я говорю, видите, говорю, прошло всего год, говорю, вы уже не помните, вы хотите, что помните, потому что чемпионов помнят, а второе и третье место, да, это хорошо, но любое, говорю, вы должны быть на первом месте, и у нас, как Симу, перед боем, говорю, говорю, куда мы приехали, подбуждать, какое место, только первое, ну, и ребята, вот это где-то психологически-то родилось, что они, такие бои практически вырывали, бывали бои, первый раунд проигрывают, а второй, третий, как начинает накатывать, и это и провалил, встретил, перебил, чтобы буквально вырывали, да, потому что, когда вышли, они же сами не поверили, я говорю, ребята, говорю, вы верили, что я им, да, говорю, вы еще раз убедились, что вы сильнейшая боксерская страна, не только взрослые, но и юноши, говорю, вас тоже самое ждет, что вот наши эти все олимпийские чемпионы, это сборная ШВСБ, выступала, что на Олимпиаде, в Луне, чемпионате мира в Баку, говорю, вы видите, сколько нас, да, говорю, значит, говорю, у нас есть конкуренты, они, говорит, практически нет, говорю, ну, всех всегда соперников, какой бы ни был сильный, слабый, нужно уважать, я говорю, ну, у вас главное, чтобы появилась уверенность, чтобы приехали сюда выигрывать, и, ну, это почему полуфинале, мы выходим, первый бой с Россией, выиграем, третий бой с Россией, выиграем, третий бой с Россией, да, я смотрю, Россия там побежала, у них совещание, и нас, двух человек, просто серванцем, убираем, да, были расстроены, потому что в этом возрасте нельзя, детей, взрослые, они понимают, это дети, он может бросить, когда-то, Вячеслав Засыпко, который нашли, янатолия, так же судили, он бросил бок, он через два года еле затянули, выиграл и чемпионат Европы, и чемпионат СССР, и чемпионат СССР, и пять раз, вот, так же самое, у нас то, что, как проиграть по воске, он выиграл бой, это чисто золотая медаль была, вот, и Кондратюх, там бой создается чуть, не важно, где-то подогрел мальчик, первый раунд чуть-чуть проиграл, там еще судейство женщина было, она начала цепляться, то так, то так, он где-то чуть психологически еще дал, второй раунд именно строили, выровнял бой, а третий где-то за счет того, что подогрел, где-то и хотел чуть-чуть концовка, ну, там, равный бой туда-сюда, отдали соперников, вот это две медали, что мы, фактически мы их не потеряли. Ну, первое, это что, я всегда считаю, что главная цель любого тренинга, это сохранить спортсмена и его здоровье, ни одна медаль не стоит потерянного здоровья, ни олимпийская, ни чемпионата мира, сейчас у них конец года, года, как бы сказать, учебного прошел, сейчас каникулы, сейчас у них может быть принцип оздоровления, где-то должны отдохнуть, ну, и плановый у нас 2000-й год, 99-й переходит в юниоры, 1000-й, 2000-й остается, плюс у нас очень большой, за счет вот этих сборов, что мы проводили, есть большой резерв, вот сейчас у нас 4 человека, бог, серьезно, 2000-й год, следующий год будет 2000-й, 2001-й, то у нас 3 золотые, 1 серебряные, плюс у нас хороший резерв, здесь и Олиник, Жмеринка, Минская область, потом Романовская, Донецкая, Филозопенко, Луганская область, Чаргеля, Запорожская область, фамилия, Динеев, Киев, город Киев, то есть, Саврика, Харьковская, то есть, у нас очень хороший такой резерв, 2000-й год, который на произведение этих сборов, мы их подключали, чтобы их не потерять, будущему, чтобы их заинтересовало и уровень, и прибавляли, они пошли новичками, то есть, очень перспективно. Ну, и 99-й год, он плавно должен перейти уже в юниоры, 98-м годом, ну, там уже, значит, тренера, как он подвезет, а у нас сейчас в плане будет первенство Украины среди ФСТ, в августе месяце, 14 октября у нас турнир сильнейших, это уже будет отбор, будет подключен в 2001-й год и 2000-й год. Кстати, к нам очень много стран, просили даже там, вот, можно с вами тренировку провести вместе, ирланды, и Германия, и Румыния, ирландцы, ирландцы, ирландцы. И сейчас, там, вот, нас просили ирландцы, чтобы мы их в ближайшие соревнования подключили к нам сбор турнира, они будут там потом, Нидерланды, Литва, Латвия, Германия, вот, мы очень много было, подходили, там, адреса прямо, мы готовы приехать за свои деньги, все, только, чтобы с вами тренироваться, вот, уровень прибавить, и там они подъедут, а можно тренировку, я говорю, ребята, у меня боксер, ну, а кто прыгал, у нас, говорю, нету прыгал, два человека, они помогают, ребята, вещи смотрят, болеют, подносят капу, там, полоскают, они на второй день, ну, у вас кто-то остался, нету, они говорят, ну, это мы только не шли, да, так, что, сейчас, когда мяне, мы только идем, и Украина, все, армяне все, так, что, вот, сейчас наша задача плавно, чтобы они отошли от этого чемпионата, где-то эмоционально, физически, физиологически восстановились, ну, и в сентябрь месяце, начало учебного года, естественно, после этого не готовы, и на 14 октября в Крыму, то есть, это мы еще решим соцтренером Крыма, это Владимиром Сосновским, то ли этот турнир будет традиционно в Керчи, Аршинцево и любую солнышку. И мы уже хотим прожить 2000-2001 год, и мы потихоньку уже начинали, как говорят, на базе того, что у нас осталось, 2001 год посмотрим и формировать костяк для участия в чемпионате Европы 2014 года, так как одни говорят, вот, это они молодые, на них рано, рано, ну, вот, показалось результат, что практически вся команда с прошлого года осталась Булатова и Антонова, а все новые, плюс четыре человека, три золота 2000-е годы и серебряные, да, то есть, показали, то есть, это никогда не рано, никогда не больно, а главное, как правильно к этому подойти и еще боксеру по ленту.